А теперь к настоящему мудрецу. Канал Мысль. Мысль. Илья Мэдисон. О школе, университете и детском алкоголизме. Сегодня, как мы знаем, 2 сентября. И так как первое выполнено на воскресенье, то большинство школьников, если у них не совсем абрыганская, отсталая школа, у которой, ну, есть такие, которые, вот, блядь, у нас 1 сентября, воскресенье, значит, давайте лишний учебный день захуярим. Я, если бы я до сих пор был школьником, то моя школа обязательно бы так поступила. Или как минимум мой класс, потому что я всегда был самым невезучим человеком в мире. Если все, там, не знаю, все классы учились 5 дней, то мой класс учился 6 вместе с субботой. В субботу были 2 математики и, блядь, физкультуры 2. Если поступаешь в институт, то обязательно тот, где, блядь, еще и в воскресенье иногда рабочим выпадает с лекциями и прочей хуйней. Ну, то есть, я вообще не знал, что такое послабление какое-то вот в этом отношении, все время были какие-то проблемы. Ну, и, в общем, вчера был, сегодня, точнее, 2 сентября, кто-то вчера уже в школу пошел. Вот, сегодня многие видеоблогеры начали снимать свои блоги относительно школы и так далее. И ванамас опять высказался, что в школе учиться не надо, что это рабство. И так, ну, в принципе, очевидные для многих вещи. Я бы просто хотел сказать, что, конечно же, полностью забивать на школу не надо, хотя с тех пор, как я ее закончил, прошло уже, наверное... Ребят, короче, школа, 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 блядь, школа. Это тотальная, это зона тотальной догматизации людей в рамках научного мировоззрения, в рамках научной догматики. Если вы идете в школу, вы станете сумасшедшим фанатиком, который будет просто вот беспорядочно, беспорядочно мастурбировать нагребанную науку. Вы станете глупцом, вы станете, не знаю, верующим человеком, который молится на науку. Нет, нет, я не позволю, чтобы молодежь в моей стране, в моей России так себя вела. Нет, молодежь не должна учиться в школах, она не должна ходить в университеты. Знаете почему? Потому что молодежь в моей стране должна быть плюралистичной, она не должна верить в науку. Нет, она должна быть выше этого. Десять или девять лет, ну, я закончил то ли в 2003, то ли в 2004, значит, получается, ну да, где-то девять, наверное, уже ближе к десяти. И, в общем, с тех пор те знания, которые пытались... Ну, в моей школе был довольно слабый состав преподавателей, там, нормальный преподаватель был, может, по литературе, по русскому языку. Поэтому, ну, он умел заинтересовать, и я любил, там, почитать, что-нибудь в свободное время писать. Так вот, в этом, кстати, и проблема. Когда, наоборот, преподаватели вас заинтересовывают, это создает еще большую, знаете, такую, вашу связку с догматической научной системой. Это еще хуже. То есть, чем лучше вы учитесь, тем хуже для вашего мышления, оказывается. Потому что, ну, вот просто... Ну, проще говоря, вы становитесь догматиком по своей воле. Вы все больше, как бы, в эту систему внедряетесь, все больше как-то ее лелеете, холите, становитесь более догматичным, и это неприятно. То есть, наоборот, чем больше вас заинтересовывают, тем, на самом деле, ну, хуже. На мой взгляд. Очень не повезло, там, с учителями по истории, которые были какие-то вообще шабашники, постоянно менялись, всем было на все насрать, ничего не объясняли. Да, насрать на историю. Точные науки меня никогда особо не интересовали. Но, в любом случае, тут, если вы забиваете на учебу, то тут важно то, чем вы будете заниматься, забивая. То есть, если вы забили на учебу и все свободное время проиграли в дотку, то, естественно, это, как бы, будет не очень хорошо в дальнейшем и в будущем для вас. Ну, друзья, я в целом против образования современного. Мне современное образование, в принципе, вообще не нравится. Оно совершенно не плюралистично. Оно вообще, оно тупо монистично. Оно направлено на, не знаю, распространение идей только буквально одного философского направления. Нет науки. Наука тем самым превращается в одну из самых колоссальных и тотальных религий. Это печально. Ну, то есть, у меня более такие, знаете, широкие, что ли, идеалы, если их можно так назвать. Ну, вряд ли это идеалы, конечно. Мне куда ближе своеобразный такой большой плюрализм, когда в школе или не в школе, или в университете человек просто узнает как можно больше о разных мировоззрениях, о разных точках зрения. Просто потому что, просто потому что только тогда он может выбирать более-менее относительно свободно. Без какой-либо пропаганды. Ну, как минимум уровень пропаганды уменьшится. Вячеслав пишет, без такого образования ты бы не был таким антисиентистом, каким есть сейчас. Ну, нет, вряд ли. То есть, все, что я знаю, все свои знания я получил так или иначе вопреки образованию. Ну, вот серьезно. Вот серьезно. Все, что я прочитал по философии, это вопреки образованию. Потом я пошел на философский факультет. Это уже потом было. Ну, блядь, такое. Такое. Не, я не часть системы. Ни в коем случае не часть системы. И я реально, я читал вопреки образованию. Максим спрашивает, кстати, а кандидат наук это бездуховный американский мастер или PHD? Ну, это сопоставимый условно с PHD, конечно. Просто, понимаете, кандидат наук это уже человек, который может работать в университетах, занимать роль доцента и так далее, так далее, так далее. То же самое с PHD. Да. Но сопоставимые роли. Кандидат наук почти равно PHD, плюс-минус. А мастер-магистру готов. Равен. Да не, ребят, серьезно. Если вы ради тупо знаний хотите попасть в университет после... Ну, в школу, понятно, вас просто заставляют ходить. Если вы не пойдете в школу, вас просто будет там, не знаю, в мясо рвать, бить родителей, я не знаю. В детский дом вас отправят, потом, не знаю, на кол еще посадят, в тюрьму. Просто потому, что вы в школу не будете ходить или что-нибудь еще такое. Ну, то есть, со школой тут абсолютная диктатура будет. Приветствую, угнетатель. Абсолютная диктатура будет со школой. В университет... Университет я рекомендую выбирать, ну, вот, по каким-то таким непознавательным критериям. Ну, то есть, всю литературу, которую вы захотите прочитать по философии, вы можете найти ее в интернете. То есть, почти всю вы можете отыскать в интернете и свободно ее читать. Если вы хотите найти литературу художественную, она тоже почти вся находится в интернете, поступать ради того, чтобы читать художественную литературу и пытаться в ней разобраться в университеты, не обязательно. Более того, вы можете читать научные статьи, если вас даже это интересует, не участь в университете, это тоже нормально. Другой вопрос, другой вопрос. Зачем нужно образование, в котором существуют оценки, в котором существует там то-то и то-то, оно нужно в основном для практических всяких дисциплин, типа медицины, типа инженерии, где людям нужно проверить, что вы, начитавшись какой-то литературы сами или не сами, не угробите при этом людей, не построите какую-нибудь там машину смерти внезапно, которая просто развалится, не знаю. Ну, то есть, понятно, и джигирия проверяет вашу профпригодность, как минимум. А относительно познавательных различных дисциплин, да, блядь, ребят, занимайтесь этим сами. В чем преимущество? Да, именно для работки, Вячеслав, для работки, для работки, да, для работки. Это, конечно, плохо, что научная система, опять же, совмещается с рабочей системой современности, но это греха современного общества. Огреха. Науку от такого образования я бы отдалил, причем максимально отдалил, ну, не максимально, но вот так, средне отдалил. Оставил бы науку внутри образования, но каким-то образом все бы это преобразовал, чтобы ее там было меньше. Но, честно, ребят, это же реально очень странно все. Поехали дальше Мэдисона смотреть. То есть, как-то распределять свое время свободное, которое появляется, если вы откровенно сдвигаете на учебу, какой-то процент времени отдавать под саморазвитие. И тогда, в принципе, по большому счету, то, что вот эта система оценок и так далее, она вообще не важна будет для вас, потому что... Не, ну, честно, система оценок тоже солидарен с Мэдисоном, нахуй, систему оценок по тем дисциплинам, которые не являются практическими. Вот. Вот там, где у нас имеется практика, мы должны хотя бы оценить работу нашего студента по системе годен-негоден. Умеет или не умеет, короче? Умеет ли хирург вырезать аппендицит? Или не умеет хирург вырезать аппендицит? Нам это важно. Нам это важно знать, умеет он или не умеет. Потому что реально вы тестаты во все остальное никогда не смотрят. Абсолютная правда то, что... Ну, я просто не очень знаю систему ЕГЭ. Я, как бы, заканчивал еще тогда, когда ЕГЭ не было. Это, конечно, на то, что я слышал. Ну, матан не практика. И вы его можете сами осваивать. Я слышал, по-моему, это, конечно, полный маразм. Никакого отношения к вообще адекватной системе образования не имеет. Я когда в институте учился, у нас пытались какую-то баллонскую систему ввести эту. Ну, и баллонская система, и ЕГЭ значительно лучше того, что было в Советском Союзе. То есть, как это было в Советском Союзе? Сидишь, жирная тетка. Тетка жирная. Злая, жирная тетка. От ее отношения к вам будет зависеть ваша оценка. Она считает, что вы тупой мудозвон. Все. В лучшем случае у вас будет тройка. Поздравляю. Охуенная система оценивания. ЕГЭ в этом смысле хоть как-то пытается в какую-то беспристрастность, объективность. То же самое с баллонской системой. Она пытается все до цифр скатить. Ну, то есть, понимаете, с баллонской системой. Вот вы посещаете. Вот вы там, не знаю, сдаете какие-то тесты, какие-то экзамены. Все делаете. У вас все получается. И в конце непосредственно обучения, того или иного сегмента обучения, у вас уже набрано определенное количество баллов. В журнале написано. И преподаватель, даже если он считает вас конченным мудоебом, и даже если он поставит вам тройку за экзамен, он будет вынужден поставить вам четверку или пятерку за всю дисциплину, потому что у вас тупо набрались баллы. Это хорошо. Это просто хорошо. Вы перестаете быть зависимым от одного преподавателя. Не знаю, сумасбродство, глупость, тупость и отношения с одним человеком на вас больше не влияют практически. Понимаете? Это круто. Это большая свобода. Это реально хорошо. ЕГЭ это хорошо. Баллонская система тоже плюс-минус хорошо, потому что жирная злая тетка, которая вас ненавидит, больше не сможет навредить вам. Она не сможет исключить вас из университета даже. От нее почти ничего не зависит. Она может ставить вам, конечно, низкие баллы по баллонской системе, но на ЕГЭ она вам ничего больше не сделает. Вы можете подойти к ней вот так, пошла нахуй, Мария Ивановна, и все. И все, ваши с ней взаимоотношения закончились, и это хорошо. Это хорошо. Максим спрашивает, это Савковская двухступенчатая система научных степеней, это хорошо? Да хуй стоит на самом деле. Еще дополнительный элемент иерархии, наверное, не самое лучшее. Ну да ладно, продолжаем. Тоже полнейший бред. Сейчас, по-моему, она и в вузах во многих есть. Короче, ну, ничего не могу сказать по поводу того, как там надо писать ЕГЭ или еще что-то, но я скажу так, сейчас в большинстве вузов 95% мест контрактные. То есть, плюс, в современном мире работать надо начинать уже с, я считаю, ну, хотя бы какое-то свое место найти, даже пусть там сотовые продавать где-нибудь на радиорынке или еще что-то, но уже нужно лет с 18, а не как вот люди... Нет, Нихилия не значит, что фамильного знака нет, это как раз, это как раз именно, ну, такой фамильный знак Нихилия, ничто. А как понять, что говорит Космо? Это его фишка. Он шизофреник, короче. Это космический шизофреник своеобразный. Ну да ладно, продолжаем. Но там он говорит не просто шизофреник, там с отсылками, но это прикольный персонаж. Приходят в универ, и для них это как продолжение школы, то есть они еще 5 лет нихуя не делают, мамки на шее сидят, и в итоге заканчивается универ, их еще и в армию некоторых забирают, еще там год. И в итоге они в 24 года вообще ни разу не работали, ничего не знают, нет никакого опыта, зато есть диплом, который нахуй никому не нужен. Поэтому, закончив школу и поступив, вы можете там, если вам повезло, вы поступили на бюджетное, то держитесь, учитесь. Но обычно получается так, что рано или поздно вам придется на заочное приводиться, а это, по-моему, сейчас вообще во всех вузах контрактная форма. Ну, чтобы работать и совмещать работу с учебой как-то, либо хуй знает. Единственное, что я точно могу не советовать вам это заводить семью и детей. Собачку. А, семью и детей, окей, тоже я бы не советовал заводить. И детей до того, как вы окончите вуз, тогда вы вообще пиздец. Ну, есть, конечно, ответственные люди, которые могут совмещать работу, учебу, семью, еще при этом мусор. И все, и больше ничего не делать при этом. Успевать бухать с друзьями, там, курить траву, блядь, долбиться в пукан с пидрами в ночных клубах. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не, не одобряем, Эдисон. Которые скрыты от глаз общественности. Но я таких не знаю, поэтому не рекомендовал бы. И, в общем, короче говоря, реально, вот эти все аттестаты школьные, ЕГЭ, они нахуй не нужны. Если у вас нет денег, чтобы оплатить, там, допустим, контрактную форму обучения, то значит... Не, ну, ЕГЭ, это прикольный способ поступить в университет. Хороший способ. То есть, какие-то мудаки, какие-то мудаки, условно говоря, преподаватели мудаки. А в разных вузах много мудаческих преподавателей. Я как бы сам одними... Я одним из них скоро буду. Не повлияют на вашу жизнь никаким образом. То есть, вы можете... То есть, нет, повлияют, конечно, у них есть способы повлиять. Но этих способов стало меньше. Это хорошо. Это хорошо. То есть, преподаватель больше не сможет вас в пукан драть и просто, не знаю, требовать от вас все, что угодно, шантажировать вас по разным поводам, не знаю, осуществлять агрессию психологическую и при этом понимать свою полную безнаказанность и возможность вас в любой момент слить. У него больше такой возможности, к сожалению, нет. И у учительницы то же самое, понимаете? Учительница-то в конце школы может просто взять и поднасрать вам в аттестат. Просто взять, снять штаны, забраться там, не знаю, на журнал и просто высрать кучу двоек туда из своей жопы громадной. Просто вот... И у вас будет, блядь, ноль баллов, понимаете? Но вы можете сдать ЕГЭ. Сдать ЕГЭ на пять. И эту старую пизду просто ногой так в лицо на мразь. И все будет круто. Я, кстати, не очень люблю школьных учителей, у меня поэтому тройки из-за них были. В этом, друзья, нормально. А, why not, спрашивай. Так. Блядь, вообще отрубил звук. Ссылка удалена. Подвойной, бря. Ага. Подвойной, брр. Кстати, вовремя заказали подвойной, потому что скоро будет, ну, большой видос. Спасибо. Ты сказал, что... Так. Ты сказал, что... Это что, батл какой-то опять рэперский? Ладно. Спасибо большое за рэперский батл. Утро, маргарин. Блядь, почему я нихуя не слышу? Меня это печалит. Why not, спрашивает. А если я хочу, чтобы преподаватель драл меня в пукан? Ну, иногда достаточно просто попросить. А Вячеслав пишет. Это вряд ли. Чаще становится выше оценки, чтобы планку держать шариш. У меня такое в школе и в унике было. Но тут когда как. От преподавателя, в принципе, очень многое зависит часто. А звук был сейчас на донате? Я просто не слышал. У меня просто в наушники он не пошел почему-то. Пиздец, просто ебанутая хуйня. Ну, ладно. Вроде бы был звук доната. У вас вообще не судьба, как бы, в дальнейшем. Ну, если не поступите на бюджетные, которые большинство там выходцам из Дагестана, с более охуенным ЕГЭ все равно предоставят и так далее. Но я его не слышал, к сожалению. Это плохо. Ну, сейчас, в принципе, уровень жизни такой, что в Москве большинство родителей могут оплатить учебу своих детей. Что касается какой-нибудь провинции, то, скорее всего, в провинции все равно, как бы, блядь, и учебных заведений нормальных нет, и нихуя нету. Поэтому, как и все остальные, ебашьте в шахту, там, с бабкой, вкалывать. Не знаю. В общем, мне трудно сказать что-то определенное про провинцию, но реально, я как бы аттестат... Мне в провинции все очень херово в рашке, ребята, то есть... Вот вы меня спасаете. То есть, я, наверное, один из самых богатых людей в пригороде. Был 60 рублей. 60 тысяч рублей в месяц. Я прям, ну вот, топ. Топ чувак, который живет там, не знаю, в большой квартире теперь, благодаря вам, друзья. Я себя реально богом чувствую в этой самой провинции, к сожалению. Хотя, вроде бы, по меркам Питера получаю не так уж и много. Вполне так нормально, знаете. Раньше я и мечтать не мог о том, что я буду 60 тысяч в месяц зарабатывать на стримах. У меня самый худший был в классе, и вообще в школе, потому что в 11 классе я вообще не ходил, у меня была исправка, я ногу сломал очень серьезно, просто забил. И у меня, по-моему, единственного в классе были тройки, сразу там штук 9 вообще в аттестате. Ну, у меня все тройки были вообще в аттестате. Честно признаюсь, вообще все оценки, которые у меня были в аттестате, это тройки. Кстати, я ни разу этот аттестат вообще нигде не показывал, как документ. Аналогично, у меня тупо все тройки, кроме астрономии, кроме физкультуры, по физкультуре пятерка. И рисование, и рисование, во. И кладывал, когда поступал в универ, а в универе я просто написал... А ЕГЭ я нормально сдал. Нет, по физре пятерка, по труду тройка, мне похуй было на труд, конечно же. Но проблема реально заключается в том, что, ну вот, я просто плохо учился. Учителя меня не любили. Но ЕГЭ я сдал хорошо. Почти все на четверке, как бы. Шуе ППШ пишет, Шадов. А какой вы видите профессию чистого философа в великом плюралистическом будущем? Они заменят ученых, как было лет 200 назад. Ну, вполне возможно, кстати. Вполне может заменить ученых. Но тут опять же, понимаете, те люди, которых мы сейчас называем учеными, они вполне... Они незаменимы. Они отчасти незаменимы. Именно те люди, которыми мы занимаем ученые, потому что это почти все люди. Это историки, это инженеры, это, не знаю, это медики. Это почти все, как бы, как будто бы ученые. Хотя они не следуют за научным методом, по большей части. Вот все. Вот это странно, вот это странно. Конечно же, философы не заменят медиков или инженеров. Нет. Но, с другой стороны, медики и инженеры могут работать по всяким философским объяснениям и показывать, скорее всего, результаты не хуже, чем современные. Поэтому, поэтому я не знаю. Посмотрим. Это, господи, сочинение на 5-4 русский сдал на что-то в районе. Блядь, по-русскому у меня, кстати, тоже 3 было. 80 баллов из 100. Опять же, мне просто было очень лень делать домашнюю работу. Всегда. Всегда. Лучше поиграть в приставку, там, я не знаю, рэпчик записать в детстве. Понимаете? Вместо того, чтобы, ну, делать домашку по-русскому. То есть, если я еще на уроках более-менее справлялся с заданиями или пытался хотя бы справиться, то дома, нет, дома было лень. Дома было прям тупо лень. И, по-моему, еще история была, или английский, я не помню, тоже нормально сдал. И все. И потом я этот аттестат второй раз видел, когда меня отчисляли из института, мне его выдали обратно. Все. При том, что меня постоянно пугали о том, что, блядь, вот столько троек, и дома там слезы эти... Да-да-да, то же самое. То же самое. Пугали. Какой, блядь, ужас. Шадов, Саша, что же ты делаешь? Почему ты так плохо учишься? Кем же ты станешь? Кандидат философских наук, Александр Шадов, поэт, писатель, философ, скептик, там, антисиентист, все дела просто, не знаю. Писатель, который написал больше 50 романов, 59 романов, уже 59 романов написал Александр Шадов. Книжку Вечный Путин, где, блядь, она, где моя книжка Вечный Путин? Читают уже десятки человек, понимаете, десятки человек читают. Пиздец, конечно, хуёво, мало. Ну да ладно, продолжаем. Да, вот часто закатывались на тему того, ну что ты, блядь, троечник, ну и что? А то, что я из института вылетел, это как бы вчера я писал на стене. Ну, Мэдисон, я тоже был троечником, но я не вылетел из института, из университета. Я просто перешел из лесков-то потом, я перебежал в университет. Еще покруче в СППГУ и потом стал кандидатом наук. Был троечником вообще. О том, что, типа, совет. Да, еще и осьминог, ребят. Опытный, что можно не ходить первые три недели в институт. Но я этим злоупотреблять начал, я просто забил. Это твоя проблема была, да, согласен. Видите, он очень далеко был территориально, и мне трудно было туда добираться. Очень, по 2-3 часа ехать с утра, это такой пиздец. В чем вообще смысл не ходить первые 2-3 недели, особенно с ты первокурсом? Приветствуется у нас дочери, отведи. Такой, у преподавателей такой поток студентов, что они вообще вас хуй запомнят. Только под конец, когда уже близко к сессии, будут особо внимательные преподы, которые не квасят, которые занимаются реально своим предметом, или спрашивают на своих, как бы... Это, кстати, я. Я, скорее всего, тот самый препод, который не будет квасить и будет спрашивать. Но вряд ли я буду спрашивать слишком серьезно. Для меня, в принципе, образование играет роль развлекательную. Ну, то есть, я думаю, у меня будет на парах образовательно-развлекательный контент, почти как здесь, только без мата. Почти как здесь, только без мата, и будут лекции, ну, выстроенные четко, конечно же. Но с более-менее так, с шутками какими-то, прибаутками, интересный контент хочу делать для студентов. Ни в коем случае не хочу, чтобы это было, блядь, душно, скучно, отвратительно. Семинары. Вот они, короче, будут запоминать потихоньку. Но первые три недели они все равно нихуя не запомнят, не как вы выглядите. Материал будут давать примерно то же, что в школе, наверное, давали. Я уже не помню, что там на первом курсе. Но, как бы, на втором... Так ты же вылетел, чувак, как ты можешь помнить? Может, вы станете моим сэнсэем, шадо-сэнпай, может быть. На парах буду смотреть видео Мэдисона, понятно. Ну, может быть, да. В третьем вы сами разберетесь, где можно забивать, где нет. Но, в общем, на первом курсе можно первые три недели вообще никуда не ходить. Единственная трудность будет потом отразобраться с расписанием, с аудиториями. Потому что будете приходить, как первоклассник, хуй знает, куда идти, что делать. Но это стоит того, чтобы три недели еще хуй пинать. Тем более, сейчас погода просто отлично, я сегодня выходил на улицу. Много шоколоты ходит, причем пьяная, с портфелями. Прикольно. Посмотрите, потому что, когда я учился, 1 сентября еще не был таким днем уже скача. Шоу ЕППШ пишет, байтите купить пожилую подписку. Пишите интересный и необычный стиль. Реально на нитше по описаниям похожий сюжет, как в Наруто. Ну, там не как в Наруто, он круче. Вы увидите, что ЕППШ. Там потом будет куча поворотов дальше. Ребят, если хотите почитать мои романы, книжки, я рекомендую вам подписаться на Бусти. Там все книжки в неисправленном, правда, состоянии выложены. Больше 50 романов, огромное количество там философских диалогов, даже философские тексты. Прочитайте, что там на Бусти, может быть, вам понравится. Может, вам что-то понравится, и вы подпишетесь на что-нибудь. Это очень сильно мне поможет. Также, друзья, не забываем подписываться на лайв-канал. Если вдруг сольются, не знаю... Если внезапно сольются стримы здесь, я буду на лайв-канале стримить. Ну, вдруг, вдруг меня забанят. Всякое бывает в стримовой карьере. Поехали. Когда люди нахуяривались, у нас обычно 1 сентября была реально учеба, унылейшая. А бесплатно есть, бесплатно есть, но не на тарентах. Опять же, в магазине Александра Шадова там есть несколько бесплатных книг. Сколько, кстати, стоит Вечный Путин в бумаге? Ну, рублей 500 плюс почта или доставка. Ну, куда вы захотите, как уже придумайте. И только один раз получилось так, что 1 сентября совпало с какими-то учениями по эвакуации при пожаре. Какая-то такая херня. То есть мы пришли все праздничные одеты. Зашли по классам и потом нас вывели. Короче, построили и сказали, что спасибо за учениями при пожаре, по эвакуации. И всех распустили по домам и мы нахуярились. Тоже было такое херня, да. 10-й, 9-й класс, я точно не помню. Еще мне очень стыдно за один поступок, который я сделал. Не помню, уже когда я был 11-ти классником, по-моему, нам всем 11-ти классникам дали по первокласснику. И мы их вели, типа, первый раз в первый класс. И мне дали какую-то то ли девочку, то ли мальчика. Я не умею. Джон Дой пишет, а не хотите повествование какое-нибудь более серьезное в виде игры сделать когда-нибудь? У меня я пытался сделать несколько игр, но все мои проекты, они подразумевали несколько лет работы, получается. То, что я сейчас делаю с Супермаргиналом, там, с Жмелевским Ежесарматом, это настолько халява по сравнению с тем, что я думал делать. Я думал сделать игру, которая построена на тотальном рандоме, в которой просто разные элементы событий просто комбинируются случайно. И это никак от игрока не зависит. И каждый раз, когда игрок во что-то играет, в эту игру, у него получаются разные комбинации событий из этого выстраиваются. Я просто, когда дошел до, там, до 10-й ступени этой рекомбинации, я понял, что у меня башка взорвется от того, как я все это делаю. То есть, реально у меня была игра, посвященная, сказание об оксиденции называлось. Это просто бум был, как бы, у меня в голове, но тяжело. Определять пол детей до 20 лет, и поэтому... Так, why not? Дело в World Engine, не в World Engine. Дело как раз... Там, видимо, именно, да, рекомбинация не сюжета идет в World Engine, а у меня была в сюжете. Не, ребят, я с играми завязываю, думаю. Если, если вот я игру скоро выпущу, скоро будет игрушка, короче. Некоторые из вас, надеюсь, могут ее опробовать. До того, как она выйдет. Так вот, после того, как я эту игрушку выпущу, я надеюсь, я с этим говном завяжу. Я только, если как, не знаю, исполнитель, исполнитель какой-нибудь... Короче, как сценарист я могу выступить только здесь. Могу позволить вам делать игры и музыкальные, и всякие визуальные новеллы по моим романам вообще с удовольствием, а так нет. Ну, я просто шел с ним по школе, а так получилось, что именно у моего вот ребенка, которого мне дали у него, типа, родители снимали на видеокамеру всю эту хуйню. И меня какой-то мудак сзади, короче, мне испачкал брюки, наступив на них, ну, как в толкучке обычно это бывает. Да, бывает. Так вот мой отоклассник, я, короче, развернулся, сказал, ну, ты что, блядь, сука, охуела или какой-то такой фигней, и все это было записано на видеокамеру. А тогда они еще были не цифровыми, а кассетными, и мне так стыдно. Представьте, спустя много... Это навсегда, короче, да. Лето, это нахуй никому не нужная запись, на самом деле, про то, как какая-то там девочка или мальчик идет в первый класс, и там мое, блядь, быдлядское рыло, а я еще тогда любил стричься по 3 миллиметра, и там такая девочка идет или мальчик в первый класс, и разворачивается это быдло, и маком просто кроет рядом с объективом. Мне так стыдно всегда было за это. Не смотрел Афатикина, во-первых. В любом случае, вот сегодня в такую прикольную погоду я видел достаточно много школьников, которые уже набрались. То есть я не рекомендовал бы пить, во всяком случае увлекаться серьезно алкоголем, начинать в школьном возрасте, потому что все... Ну, я вообще бы не рекомендовал, блядь. Это можно будет наверстать. Ну, во-первых, это неинтересно, хуярить, когда ты школьник. Ничего хорошего не будет. Алкоголь воспринимается совсем не так, как должен. Во-первых, он очень дешевый, обычно берется, если у вас в компании нету какого-нибудь богатого сыночка, потому что сами его не зарабатываете. Во-вторых, ну, это очень сильно травит организм, который еще растет. Во-вторых, никакого особого профита нет. Это, конечно, за те 10 лет, что закончили... Да, и во взрелом возрасте нет никакого профита. Ну, да, уже прошли с тех пор, как я закончил школу. Алкоголь обычно либо дешевый говно, либо дорогой и тоже невкусный говно. Да уж. Возможно, отношения какие-то вот среди... Ну, как бы стали еще более вольными, что ли, там можно... Наверное, уже можно и в 10-м, и в 9-м классе нахуярить какую-нибудь одноклассницу и выбить, но тогда... В основном все заканчивалось тем, что одноклассницы просто на халяву выпивали все бухло и сваливали. Не знаю, как оно сейчас, типа, но... Ну, как бы объяснить. В общем, градус веселья на школьных пьянках, он довольно низок. Народ там выпивает. Согласен, наверное, так и есть. Никогда не пил на школьных пьянках. Ну, вот такое. Питает, пытается побахвалиться перед друг другом, выпивает по две кружки пива, какой-нибудь стопарь водки, пить еще не умеют, все облевываются, еще кому-нибудь в ебальник кто-нибудь даст. Короче, полное говно, веселья вообще никакого, никакой души, потому что, ну, как бы, когда мужики выпивают, они могут там байки потравить и так далее. Естественно, дети, они всегда косят под своих родителей, у кого родители любят выпить. На попойках и школьных все вот так вот пытаются быть похожими на своих отцов, что-то там заморить, но... Печально. Так как опыта жизненного никакого, поговорить по большому счету не о чем, только там, блядь, учителей да телок обсудить, и в основном, блядь, все это происходит в атмосфере жесткого сперматоксикоза, где всегда тема одна, давайте баб позовем. Короче, такие пьянки, они на редкость безблагодатны, поэтому в школьные времена можно нихуярить вообще, абсолютно спокойно, вы ничего не потеряете. Более того, сэкономите немножко здоровья, чтобы уже пополнить... И денег. ...оттянуться в институте и в дальнейшей, как бы, жизни, и там уже... Да, прям, а потом бухать уже заебись. Будут нормальные друзья и нормальные разговоры. Ну, на самом деле, реально, пить как-то... Я не то, чтобы за здоровье, я не то, чтобы против людей, которые выпивают, но я, честно, я не понимаю тему с алкоголем. Никогда не понимал, запах алкоголя мне не нравится, поведение людей в пьяном состоянии мне не нравится вообще всегда. То есть, человек резко тупеет. Даже в самом... Когда он немножко выпил, человек резко тупеет, его уровень интеллекта становится, ну, вот, просто ниже на несколько пунктов автоматически. С ним разговаривать становится практически невозможно на интересные темы. То есть, он даже в состоянии небольшого такого вот, не знаю, алкогольного опьянения, этот человек уже не... Не предназначен для ведения полноценной беседы. Ну, я не знаю, Мартар, Мартар, я не знаю, я всегда так, я всегда вижу людей, которые они хоть немножко выпьют, они хоть немножко выпьют, и все, блядь, поехало. Этот человек уже нормально говорить не может. Не то, чтобы у него даже язык заплетается, но просто он теряет последовательность разговора. Он не очень хорошо следит за тем, что вы говорите. Больше, не знаю, в себя, наверное, уходит. Больше говорит о себе. И как-то контакт при этом сделать не получается. Ну, если вы хотите выебать этого человека, конечно, ну, алкоголь здесь, может быть, поможет. Потому что человек, в данном случае, абсолютно в себе, ему нравится, когда вы о нем говорите. Когда вы присутствуете просто рядом, он будет, наверное, больше, не знаю, в вашу пользу воспринимать то, что происходит. Но если вы хотите с человеком поговорить, я не знаю, я ни разу не видел, чтобы алкоголь благотворно влиял на вот эту способность людей общаться. Честно. Ну, вот честно, вот просто ни разу не встречал. У меня негативный опыт общения с пьющими людьми обычно просто, и поэтому я не знаю, как это работает. Нормально охуярил его. Вот. Эй, а Хова, бля, ну, Хова пиздец тоже. Ну, Хова просто всегда такой стиль общения, когда он общается всегда тупо сам с собой, иногда сливает, ешь с армата, походу, бывает. И, кроме того, появятся первые деньги, вы не будете пить, там, водку, блядь, из Осетии, там, пиво из баклажек и прочее дерьмо. Что приведет к тому, что вы будете пить качественный алкоголь. Я не пропагандирую нездоровый образ жизни, алкоголизм и так далее, но прекрасно понимаю, в какой стране мы живем. Я не пытаюсь, я все равно понимаю, что воспитать там, тем более я хуевый пример, и пытаться кому-то насадить здоровый образ жизни, как это делают сектанты. Не, я здесь не понимаю вообще фишки здорового образа жизни. Я не за здоровый образ жизни, мне похер на здоровый образ жизни, честно. Но алкоголь просто делает из людей быдло. Ну, вот по моему опыту, по большей части, я вижу человека, если он выпил, даже если это, там, не знаю, доктор наук, известный, замечательный профессор. Он становится, ну, просто невыносим скорее от этого. Поэтому странно. Поэтому странно. Типа ждановцы. Ну, это бред. И поэтому я просто могу сказать, что когда вот у вас будут деньги, вы будете пить нормально алкоголь. Мартар пишет, я работаю с мелкими деталями, в моем случае алкоголь повышает концентрацию внимания, не пью только по причине того, что возраст. Повышает концентрацию внимания, я не знаю, как на вас это так работает, может вам кажется, что концентрация внимания повышается, да просто я не знаю, по-моему всегда наоборот. Ну, либо вы пьете, ну, вот буквально чуть-чуть, может быть, вы прямо совсем чуть-чуть, прямо настолько чуть-чуть, что явных признаков алкогольного опьянения не появляется. Более, если вы начнете употреблять в 20, в 19. А как же жмых? Ну, у жмыха в определенный момент начинаются проблемы. Короче, как только алкоголь дает ему в голову, ну, тоже начинается несвязанность и зацикляность о себе. На это может быть интересно со стороны смотреть, да, но 3-1, 3-3, это когда, блядь, просто 3-1, 3-1, 3-1, 3-3. Ну, вот когда вот до этого мы доходим, это полный пиздец просто. Ушел спать, да. Просто жесть. 20 лет. Я, честно, я особенно на Жмелевского, когда смотрю, Жмелевский отличный, интеллектуальный, замечательный человек. Но, ну, просто, когда вы смотрите на него уже пьяного, начинается жесть какая-то, просто, блядь. Вот ты смотришь на него, и ты понимаешь, не, я не хочу пить. Я не хочу пить никогда в жизни просто. Вот, вот, я заявляю, я никогда не буду пить. Самый, 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 не знаю, яркий пример, самый яркий пропагандист здорового образа жизни в интернете, это Жмелевский. И Жмелевский, потому что то, что он делает пьяный, как бы, да, вот это вот, несмотря на мое к нему уважение, как бы, это антиреклама алкоголя на самом деле. Это антиреклама алкоголя. И дальше, то ваше здоровье не будет так подорвано, если вы с 14 лет будете хуярить Ягу. Просто представьте потом, что в 25 или в 26 вам захочется выпить с друзьями, но вы будете понимать, что если вы захуярите хотя бы пару бутылок пива, то ваше покмелье будет как у 70-летнего старика. Это я могу абсолютно серьезно на своем примере. Бля, ого, Джон Доу и Цунады одинаково думают, смотрите-ка, у них одинаковые мысли. Может быть, Джон Доу и Цунады это один человек? Ну да ладно. Доказать и, в общем, не советую так поступать. Это что касается пьяных, школьных, ну вот, на такие мысли меня навели сегодняшние, ну, 1 сентября, естественно, это повод. В жизни школьника не так уж и много поводов, наверное. Первый раз, когда ты убил там 40 человек в Доткида, 1 сентября поводом их уярится, поэтому я никого не осуждаю. Главное, чтобы вели себя хорошо. Что касается, в принципе, про школу, про институт, я так более-менее все рассказал. Не знаю, честно. Контролируйте, что вы отключаете. Поэтому странно, странно. Алкоголь мне вообще, в принципе, не нравится. И более того, более того, у меня, я не знаю, что такое отходняк, конечно, но я когда вижу людей, у которых отходняк, мне просто печально на них смотреть. Это же, блядь, насколько нужно быть мазохистом, чтобы напиваться когда-нибудь там вечером в пятницу, а потом не контролировать себя и на следующий день лежать там страдать, умирать. О, боже, как мне плохо блевать там еще пару этого, о, боже, какой ужас, какая как в родителе вещь. То есть, я серьезно, я не понимаю, зачем? Таким опытом можно поделиться. Главное, ну, даже тот же ванамас, несмотря на низкий интеллект свой и образованность, он правильные вещи. Осуждаем наркомании, да. Тема того же самого, что если ты человек, который там, у тебя есть какие-то задатки, таланты и так далее, то ты, в общем, все равно найдешь свое место в жизни, если не сопьешься, не скуришься раньше времени, если будешь к чему-то стремиться. И с той же долей вероятности у тебя все равно нихуя не получится, как бы ты, будучи тупым, как бы ты ни старался. Правильное сравнение, то, что сколько ни заставляет дуба, вот реально, у каждого в классе там или на курсе есть тупые. Вот реально, люди тупые, они могут зазубрить, могут еще что-то сделать, но они... Сейчас, ребят, за хавчиком схожу, подойду буквально через несколько секунд. Простите. Сейчас буду. Буквально пару секунд. Сейчас. Так, друзья, я почти вернулся, сейчас еще чуть-чуть и я буду здесь, простите. Еда, 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 сама себя не принесет. Так, все, еда прилетела. Сейчас будем продолжать стрим. Прошу прощения, сейчас будет стримчанский продолжаться. Вот так вот. Все, я здесь. Угнетатель пишет, алкоголь делает человека шадовым. Ну, возможно. Мне всегда страшно представить, что происходит со Жмелевским под утро после 10 функций. А вы представьте, что происходит со Жмелевским на утро после 24 функций. Никогда не напишет нормального сочинения. Ничего, это все дается, на мой взгляд, от природы. Поэтому главное правильно расставлять приоритеты, найти то, к чему у вас душа лежит. Потому что, ну, как бы, с тех пор, как я стал популярным, многие люди пишут мне. Типа, вот, я знаю, что тебя там отчислили и так далее. Я не знаю, почему мой, этот факт моей биографии не дает никому покоя. Ну да, отчислили, отчислили. Я бы скорее сказал, что я сам перестал посещать занятия и забил. Потому что у меня... Ну да. Появились другие какие-то приоритеты в жизни, я там начал зарабатывать и так далее. Потом я восстанавливался. Что кушать собрался? Овощи, макароны, курочку и котлетку. Как-то так. Ам! Ам, ам, ам! Еще год получился, я опять забил. Ну, потому что просто мне тупо не нужно было в тот момент этот. Что касается... Чуть я немного сбился. В смысле... Забыл, о чем я говорил. По поводу таланта. Ну, а, так лучше. Возможности. А, да, правильно. Мне часто пишут, типа, вот, чувак, такая тема. Я, типа, в школе учился, и мне что-то как бы нравилось вроде, а вроде и не нравилось. Вот я поступил в технический, а теперь хочу быть пиарщиком, блядь. А сам учусь в Умати, самолеты строить, и мне пиздец как доебало. Ну, или там, вот, меня родители инженеры, и захуярили меня на инженерное, а я чувствую, что я культуролог, блядь, прирожденный. Или еще что-то. Или там, я всегда мечтал быть культурологом и пошел на культурологический, а теперь я стал пидором, потому что на культурологический... Не поддерживаю. Я, что, и всегда мечтал быть культурологом. Странные мечты, друг. Там, из парней только пидоры, блядь, и бабы кругом. Ну, блядь, ну, Медисон, ну, хоре, ну, какой пидором. Мы не поддерживаем эти слова, мы не одобряем эти слова, мы плохо относимся к таким словам, мы поддерживаем ЛГБТ, ЛГБТ, кайф. Не знаю. Мы с Уласей жаримся в сраку. Ну, что ты можешь сказать? Это проблема того, что у нас нету в школах... Ну, у нас есть, как бы, специальный спецмат-класс, спецфиз-класс. Классы, я слышал, появляются для детей, там, с уклоном в английский, блядь. Те, кто рисовать там умеет, банковское какое-то дело. Но все это говно, потому что, как бы, профессионализация учащихся, она должна как-то более плавно начинаться, потому что в большинстве 95% школы вообще всем нам все пухают, блядь. Учителя старые долбоебы, блядь. Вниверх вообще ничего не поменяется. Я учился в государственном вузе и думал, вот там-то наверняка нас будут учить крифеи. Но я был на журналистике, и я думал, вот будут учить крифеи, блядь, отечественные журналисты. Бляд, ты даже журналистику не прошел, пиздец. Зачем ты забил? Журналистики там и так далее. В итоге из работающих журналистов нас реально, там, творческие мастерские, блядь, ну, блин, 2-3 человека, которые хоть что-то написали там в своей жизни где-то. Блядь, самый пиздец был, это когда во второй вузе, когда я уже отчислялся из государственного, где половина преподов были маразматиками, я поступил в дугой, там вообще одни долбоебы были. Ну, кстати, чем хуже вуз, тем больше вероятность того, что там будут преподы одни долбоебы. То есть, да, есть такое. Есть такое неприятное событие, как бы. Такая неприятность может случиться, друзья, безусловно. Но бывает и наоборот, бывает наоборот. Бывает, что не в очень крутом вузе по той или иной специальности оказываются классные преподы, поэтому тут раз на раз не приходится, конечно. Не все потеряно, если вы поступили в плохой вуз, но, скорее всего, там будет много долбоебов, прям вообще кончено. Я вот тогда, по-моему, у меня был год редакторской работы, в трудовой книжке записанной уже, реально. И я сдавал какому-то еблану, блядь, редакторское дело. Редакторское мастерство или какая-то хуйня называлась, я не помню. И он вообще нихуя не понимал. То есть, он реально хуже меня соображает, никогда по профессии не работал и что-то пытается меня что-то спросить, выставить меня не очень каким-то просто, потому что я на его пару ни разу не ходил, потому что я первый раз пришел, охуел от его непрофессионализма и понял, что мне тут делать нечего. Кроме того, он на пидора был похож. Ну, блядь, ну Мэдисон, не одобряй. Просто, блин, никто вас нормально не направит. Во-первых, ну, родители стоит слушаться, на самом деле, но в таких ситуациях, прикиньте, вот вы поступите и 5 ебаных лет вам учиться, и после первого курса нихуя не съебешься, скорее всего, потому что если ты мужик... Ну, бабам легче, бабам вообще можно не учиться, если ты станешь не симпатичнее, а если не симпатичнее, то лучше сразу... Ну, я не согласен с сексизмом, или и Мэдисона здесь, безусловно, довольно такой пошлый сексизм, но... Далеко не всем бабам можно не учиться. Большинству придется работать, так или иначе. Даже красивым, по большей части, даже по-красивым, так что... Сорян, сорян. Вот. Ну и также, ну, в принципе, да, понятно, ты в армию отправляешься. Если ты парень, ты отправляешься в армию, если ты с первого курса сливаешься. Вообще, если ты сливаешься. Александр, вот вы поступили на философию, а для чего вам другие предметы, типа физкультуры и алгебры? В смысле, нафига? Ну, я все умею, я могу стоять на одной руке за то. ...себя убить, потому что ваша жизнь все равно будет... Единственный философ, который может стоять на одной руке. ...траданием на 100% полиговеном. Если вы симпатичные, то рано или поздно найдете хуй нужный. Что касается тех, кто... Вот, прикиньте, поступили не туда, куда... Как бы вот думали, туда поступлю и будет заебись. А в итоге через два года уже совсем не в моготу учиться на эту профессию. Назад уже дороги как бы нет. Ты отчисляешься в армию, идешь еще куда-то поступать. Это еще пять лет учиться на другую профессию. А тут уже два отучился. И впереди еще этих, блядских, три года, которые нахуй не нужны. Еще спрос на рынке труда на твою профессию, блядь, обрушился. Пиздец как, потому что все, блядь, чурки поступили на юристов. И пиздец, вообще беспросветная жопа, блядь, не работай, нихуя. Учишься на говно какое-то зато в государственном вузе, и тебе светит красный, даже если диплом, ты все равно будешь в жопе. И чтобы таких ситуаций не было, наши школы, вместо того, чтобы какую-то профильную тематику водить, они, блядь, водят ЕГЭ, который вообще всех под одну гребенку равняет. Хуй его знает, короче говоря. Так ЕГЭ. Тем самым и хорошо, что он уравняет всех под одну гребенку. То есть, у вас есть возможность подготовиться под эту одну гребенку. То есть, вы знаете, какие у игры правила, и вы можете в этой игре выиграть. Это хорошо. То есть, это не абсолютно, конечно, это не абсолютно, слово на боку, чем мы тоже да не одобряем, конечно. Это не абсолютное решение всех проблем, это не то, чтобы прям, вау, ЕГЭ, ничего себе, невероятно, как круто. Нет, это обычно, это обычно, это обычно, это обычно. Но, опять же, повторю, это значительно хуже озлобленной, жирной тетке, которая вас ненавидит, и которая должна оценивать, пройдете ли вы дальше, или не пройдете, получите ли вы аттестат, или не получите. То есть, ЕГЭ это хорошо. ЕГЭ это хорошо. ЕГЭ позволяет лично вам, если вы троечник, подняться выше, чем вы могли бы. Мы взяли бы на работу красную дипломщицу, или что ты думаешь? Что? Что? Просто подумайте миллион раз. Очень обидно, что такой серьезный выбор жизненный приходится принимать в 17 лет, в 16, в 18 даже, потому что, ну, вот я сейчас там себя вспоминаю, ты там в 17... Ну, я согласен, здесь проблемы с образованием. Мартар пишет, ЕГЭ проверяют те же жирные тетки, к сожалению, да. Но те жирные тетки, которые вас проверяют, во-первых, первая там часть ЕГЭ проверяет компьютер, это раз. Вторую часть ЕГЭ проверяет тоже вроде бы компьютер, на самом деле. А третью часть ЕГЭ проверяют те же жирные тетки, которые вас не знают. Понимаете, в чем дело? У вас не может быть с ними лишней неприязни, Мартар. И это хорошо. И это хорошо. Если у вас не может быть Личной неприязни с преподавателем Одним преподавателем, то это круто С 18 особенно Ну, тёлки раньше взрослеют, потому что они более хитрожопые А вот пацаны, у них, блядь, в голове вообще Одна хуйта Не до будущего И можно подумать, там, вот, буду тем-то и тем-то А вот они все через жопу В общем, очень обидно, что такие Не, я согласен, что платное Бесплатное образование Которое даётся там после школы сразу В 17 лет, это очень неудобно То есть это очень неудобно В том плане, что большинство людей даже в теории Не может не представлять, кем они хотят стать Особенно для парней Это очень опасно, потому что Ну вот, в общем, если они не идут в университет Они идут в армию, то есть они вынуждены Они вынуждены сразу идти на учёбу Девушкам здесь проще Девушкам здесь в десятки раз проще Потому что они могут год подождать Два подождать, там, не знаю Три-четыре года подождать Сдать ЕГЭ, ещё раз поступить Я знаю, короче, знакомых моих Мои знакомые девушки Они несколько раз поступали в разные вузы Несколько раз сдавали ЕГЭ И всё бесплатно, потому что они не закачивали вузы Начинали заново и так далее И так далее, и так далее Забавная херня, забавная Не, ну на самом деле, на самом деле Неплохо было бы, если бы люди Перед тем, как куда-то поступить Реально интересовались этим Вот у нас стримы Реально стримы здесь могут помочь Вы приходите там к стримеру И спрашиваете Именно к такому стримеру образовательному А что там в твоей специальности? А что в других? Хотелось бы туда поступить или не хотелось бы? Вот когда у маргинала спрашивают Это хорошие, правильные вопросы, знаете? Это поможет вам, может быть, определиться Что-то придумать, подумать Для себя порассуждать и так далее, и так далее, и так далее Триптих из-под неба пишет Ля, у меня друг с соткой по литературе Уже 10 месяцев в Чиле Тварме Повезло, повезло, чуваку Такие решения приходится принимать в таком возрасте Поэтому вы хорошо подумаете И, не знаю Запишитесь Ну, во многих вузах есть курсы Какая-то такая хуйня Просто походите, посмотрите Что вуз себя представляет Куда собираетесь поступать Что представляет та или иная профессия Напишите кому-нибудь Сейчас охуенно вконтакте Можно посмотреть, кто где учится Может кто-то из ваших знакомых Учится в том или ином вузе Можете спросить как-то Что бы вам рассказали Ну, в любом Не, здесь я в целом абсолютно согласен То есть вполне можно поспрашивать людей О тех профессиях Куда вы хотите устроиться Поступить Ну, то есть Это правильно Что она из себя представляет Ну, потому что на самом деле В школе вы нихуя еще не понимаете Там А науке нихуя не понимаете Потому что наукой не занимались Никогда в жизни С учеными не знакомы Даже лично Обо всем Обо всем В школе у вас представления Вообще Ну, вот такие вот То, что вам немножко Насрали в голову Это, конечно, да Такое В любом случае Надо как-то заранее Планировать свое будущее Относить Учеб И всего остального Вот Не, с Мэдисоном Я тут во многом согласен Конечно Мэдисон В этом смысле Правильно все говорит